МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения и информационная программа «Наше время», рассказывающая об основных событиях в городе и районе в студии Юлия Беспалько и сегодня в выпуске. ЗАСТАВЛЯЮТ РАБОТАТЬ ГОСЖИЛИНСПЕКТОРЫ ПРОВЕРИЛИ ХОЗЯЙСТВО СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ На некоторые предписания, выдаваемые жилищные инспекции, все-таки начались реагирования. Оценивают заслуги. В Солнечногорске состоялось чествование перед веков труда. Чтобы поздравить их и поблагодарить за оплату, который они в площадь развития экономики нашего района. ГОТОВИТСЯ К ПРАЗНИКУ Православных информировали о порядке пасхальных богослужений. Надо воздержаться от неправильно сложившейся традиции, которая всех людей отвлекает от полноты торжества этого праздника. Теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня утром эксплуатирующая компания Солнечногорского района начала очередной ремонт системы горячего водоснабжения на улице Ленинградская. Повод – авария, которая произошла там 17 апреля в чистый четверг. В результате жители Ленинградской оставались без горячей воды почти весь день. По данным районного комитета по ЖКХ, локальные протечки труб горячего водоснабжения происходили в этой части города в течение всей зимы и начала весны. Напомним, что осенью 2012 года на этом участке зеленоградская фирма «Глобекс», выигравшая тендер, проводила замену труб горячего водоснабжения и отопления. Компания оказалась недобросовестным подрядчиком, и ремонт пришлось заканчивать в мобильной бригаде аварийной службы областного министерства ЖКХ. Работы велись авральным порядком при минусовой температуре. Возможно, все это сказалось на качестве ремонта. Его издержки теперь исправляет эксплуатирующая компания Солнечногорского района. Сегодня рабочие сняли грунт, затем откачали воду и заменили один из отрезков трубы. Для проведения работ пришлось вскрыть тротуар. После окончания ремонта асфальтовое покрытие будет восстанавливать Солнечногорский автодор. Подобные замены труб планируется проводить на участке от 4 до 8 дома по Ленинградской. Сегодня жильцам ряда домов этой улицы вновь отключили коммунальное благо, но, по словам главного инженера, эксплуатирующей компании Солнечногорского района Александра Экарта, подача горячей воды на улице Ленинградская должна возобновиться к концу сегодняшнего дня. 17 апреля инспекторы Государственной жилищной инспекции Московской области провели проверки домов в военных городках, находящихся в ведении управляющей компанией ОАО «Славянка». Проверки прошли в 20 военных городках области, в том числе в домах городка Ожогина и микрорайона Тимонова. Из Солнечногорского района за два последних года на компанию «Славянка» в Госжилинспекцию поступило более 600 жалоб. По этим жалобам управляющая компания уже получала предписание. Цель нынешних визитов инспекторов – проверить, как выполнены предписания. В доме номер 4 военного городка Ожогина протекает кровля и швы между стеновыми панелями. В квартирах, по словам жильцов, постоянная сырость. Протекает кровля и в доме номер 3. В независимости от того, в чьем ведении находится, в чьей собственно находится жилищный фонд, люди должны быть обеспечены комфортными и безопасными условиями для проживания. Представители управляющей компании «Славянка» сказали, что ремонт кровли возможно сделать только в теплое время года. Он будет начат в ближайшее время, а закончен в конце мая. Пять лет назад в доме номер 1 городка Ожогина был сделан капитальный ремонт. Сегодня стены подъездов покрыты трещинами, в некоторых местах отвалилась штукатурка, разбился кафель на крыше, отошел водоотвод. Инспектор приняла жалобу жителей. «Конечно, вопросов очень много проблемных. Но в работе «Славянки» намечаются положительные тенденции. Например, на некоторые предписания, выдаваемые жилищной инспекцией, все-таки начались реагирования. Пускай не все, далеко не все нарушения, но начались они устраняться потихоньку». Затем делегация отправилась в микрорайон Тимонова. Поступили жалобы от жильцов дома номер 34 на то, что в подвале стоит вода, а стены подъездов нуждаются в ремонте. Но обвинять только управляющую компанию не приходится, ведь ее сотрудники вряд ли делали на стенах эти надписи. Силами управляющей компании до 1 июня в подъездах и подвале будет сделан ремонт. Для контроля всех выполненных работ летом пройдут дополнительные проверки. В них, наряду с коммунальщиками и представителями госжилы инспекции, примут участие местные жители. Юлия Беспалько, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». В рамках празднования Дня труда Московской области в Солнечногорске 17 апреля состоялась очередная традиционная весенняя ярмарка вакансий. На этот раз она проходила в Деколепсе. В сегодняшней ярмарке вакансий приняло участие 25 работодателей. Среди них как крупные предприятия, так и небольшие организации разных сфер деятельности. По данным районного центра занятости населения, такие ярмарки проводятся ежегодно, с 1991 года. Помогают людям трудоустроиться. Обычно их посещает несколько сотен безработных. Это мероприятие дает возможность людям либо найти работу, либо сменить, пообщаться непосредственно с работодателями, пообщаться с кадровиками предприятий. Ярмарка вакансий позволяет установить живой контакт между работодателем и работником. При этом они могут лучше узнать друг друга. Большинство работодателей заинтересованы в подобных мероприятиях и ежегодно в них участвуют. Мы очень часто сотрудничаем с ярмаркой вакансий. Очень много нашли людей, которые у нас работают. Мы нашли сотрудников, именно штатных сотрудников. Я сама устроилась на работу через ярмарку вакансий. Я работаю уже пять лет. Мы участвуем во всех ярмарках, стараемся, потому что мы развиваемся, мы расширяемся, и нам требуется персонал. Сейчас нам требуются официанты, бармены, потому что сейчас в преддвериях высокого сезона, сейчас лето начнется, у нас два отеля, и нам сейчас требуются еще сотрудники. Сегодня на ярмарку приехали люди разных возрастов. Были пенсионеры, ищущие подработку, и совсем молодые люди, которые только что закончили учиться. Я закончил 73-й лицей, после 11-го отучился там год на оператора ПК. Решил обратиться сюда, в центр занятости. Они мне сказали, что сегодня проходит ярмарка вакансий, можно сходить, прийти сюда, узнать, что может себе что-то и подберу. В этом году на ярмарке вакансий впервые присутствовал представитель районного ОМВД. В ОМВД имеют следующие вакансии. Патрульно-постовая служба, полицейский, полицейский водитель, полицейский кинолог, участковые полномоченные полиции, оперуполномоченные отдела уголовного розыска, следователи следственного отдела, инспектор дорожно-патрульной службы. Надеемся, что сегодняшний день вывелся продуктивным как для работодателей, так и для безработных людей. Екатерина Плокичева, Владимир Киселев, Солнечногорская телевидение, информационная программа «Наше время». 25 апреля в Солнечногории будет проходить районный конкурс «Мисс весна-2014». Продолжаем знакомить вас с его участницами. Сегодня мы представляем Дарью Аршулик. Привет! Меня зовут Аршулик Дарьев. В свободное время я стараюсь больше уделять внимание спорту. По вечерам я бегаю на стадионе, а также тренируюсь в клубе «Олимп». Хоть я здесь достаточно недолго, но я уже успела полюбить свой коллектив, так как они поддерживают меня в моих начинаниях и стремлениях. Приходи поболеть за меня на конкурсе «Мисс весна» 25 апреля в Дом культуры «Выстрел» в 6 часов вечера. 16 апреля в районной администрации отмечался День труда. Заслуженных гостей в торжественной обстановке награждали грамотами, медалями, благодарственными письмами и памятными подарками. Как прошел праздник в нашем репортаже. Конференц-зал района администрации выглядел необычно. Торжественная обстановка, звуки оркестра, радость на лицах – все это День труда. Уже 13 лет в Подмосковье отмечают этот праздник. У нас в районе это стало хорошей традицией собирать представителей трудовых коллективов, чтобы поздравить их и поблагодарить за вклад, который они вносят в развитие экономики нашего района. Благодарность от губернатора Московской области получили наладчик автоматов и полуавтоматов Солочногорского стекольного завода Сергей Васильев, инженер эксплуатирующий компании Солочногорского района Михаил Вересов, главный государственный налоговый инспектор Федеральной налоговой службы Тамара Князева, заместитель председателя районного комитета по народному образованию Владимир Красин, старший смены 29-го поисково-спасательного отряда Алексей Николаев, главный инженер эксплуатирующий компании Солочногорского района Александр Экарт. Благодарственные письма от губернатора Московской области получили заведующая Солнечногорским фельдшер Акушерским пунктом Солнечногорской ЦРБ Татьяна Карпова. Почетными грамотами Московской областной думы награждены электромонтер связи завода Лепси Надежда Лепеха, ответственный оператор котельных эксплуатирующих компаний Солнечногорского района Ульяна Ухольникова, главный технолог фирмы Автоэр Ирина Подопиальская. Почетным знаком Московской областной думы за труды и трудовую доблесть награждены ряд руководителей предприятий и организаций района. Награды областного комитета по труду и занятости население Московской области получили Нинастия Трофимовых из НПО «Стеклопластик», специалист по охране труда завода Харрис СНГ Татьяна Орлова. Почетную медаль «Благодарность о земле Солнечногорской» получил мастер производственного обучения ДОСАВ Сергей Бобров. Почетный грамот главы района удостойный педагог Солнечногорского техникума отраслевых технологий Веры Царькова, руководитель авиамодельного объединения Орлята Геннадий Черненко. Также благодарственные письма главы района получили ученики 11 класса профессия. Самый маленький награжденный детсадовец Слава Барашевич. Он выиграл в конкурсе «Лучший рисунок подделка профессии родителей». Екатерина Фоксичева, Владимир Киселев, Солнечногорская телевидение, информационная программа «Наше время». Трудно представить себе весну без ароматного цветения сирени. Специалисты садового центра Дарвин знают толк в посадке душистых пустарников и предлагают солнечногорцам освоить эту нехитрую науку. К тому же богатый ассортимент центра позволит садоводам подобрать сирень и по душе, и по карману. Сирень необычайно популярна у российских садоводов и селекционеров. К примеру, известный советский селекционер-самоучка Леонид Колесников вывел более 300 ее сортов. Самые популярные представлены в садовом центре Дарвин. Галина Уланова, красавица Москвы, кремлевские куранты Полина Осипенко. В том числе в садовом центре можно приобрести плоды творений других известных селекционеров Вехова, Смольского, Бибиковой и Лимуана. В нашем центре также представлена сирень, привитая на штамбике. Чем она отличается? Тем, что не дает корневой поросли. Во всем этом разнообразии садоводы с легкостью разберутся сами. Все кусты сирени снабжены информацией с описанием сорта и окраски цветков. К тому же информационные этикетки пропитаны ароматом, соответствующим данному сорту сирени. Специалисты садового центра «Дарвин» пояснили, сирень – неприхотливое растение. При ее посадке необходимо соблюдать два основных правила – сажать на солнечные места и в удалении от грунтовых вод. Первые цветы, источающие благородный аромат, должны появиться уже через три года. Татьяна Баур, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Православные христиане готовятся к главному церковному празднику – Светлому Христову Воскресенью. О том, как будут проходить пасхальные богослужения в Солнечногорске, нам рассказал благочинный церквей Солнечногорского округа. Осветить традиционные куличи Пасхи можно будет в Великую Субботу после Божественной Литургии в храме святителя Николая Чудотворца, в Спасском храме в Цмисе, в Успенском храме в Обухово и в Михайло-Архангельском храме в Вертлино. Начнется в 9 часов чтение книги «Деяний святых апостолов», которые положены по уставу прочитать до пасхального богослужения. Потом в начале 12-го, в 23-15, в 23, где-то по-разному, но приблизительно в это время начнется полуношница, после которой по уставу, по церковному традиции положен начало крестного хода. Это будет около 12 часов ночи, с субботы на воскресенье, с 19 на 20 апреля. После пасхального богослужения также можно будет осветить куличи и Пасхи. В советское время укоренилась традиция посещать на Пасху кладбище, но, по словам священнослужителей, это противоречит церковному уставу о поминовении усопших. Первое поминовение усопших в пасхальные праздники возможно только во вторник, второй неделе после Пасхи. Все остальные дни в богослужениях не присутствуют. У покойной молитвы все молятся о здравии. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что надо воздержаться от неправильно сложившейся традиции, которая всех людей отвлекает от полноты торжества этого праздника. Юлия Беспалько, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». И это все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго и передаю слово своей коллеге Екатерине Фокичевой, которая познакомит вас с новостями спорта. Катя, добрый вечер. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире рубрика «Спортивное обозрение». 13 апреля в Солнечногорске состоялись два спортивных события. Это открытое первенство Солнечногорского района и Кубок Московской области по армспорту. Соревнования были приурочены к Дню труда Московской области. Около 150 человек собралось в спорткомплексе «Авангард», чтобы помериться с силой и выявить сильнейшего в борьбе на руках. Кубок Московской области и первенство Солнечногорского района проходили параллельно. Поэтому начинающие спортсмены могли многому научиться у более опытных. Практически вся область приехала. Все, кто занимается серьезно и кто просто любители здесь собрали. Здесь, чем эти соревнования хороши. Здесь есть заслуженные мастера спорта, чемпионы мира, чемпионы Европы и ребята, которые занимаются год-два. Соперничество было очень жестким. Спортсмены, даже уступая по ходу схватки, не сдавались и боролись до последнего. В соревнованиях принимали участие и инвалиды из клуба «Спарта». «13 лет занимаюсь. Ну, дает, в принципе, все. Потому что, ну, у меня так сложилось в жизни, что этот вид спорта и вообще спорт теперь неотъемлемая часть моей жизни. Армисник – очень техничный вид спорта. Не уступает другим видам техничным. У нас работает, как я говорил, все тело и очень важное положение тела на старте. Если ты правильно встал, правильно принял позу, то это уже половина победы». Несмотря на всю остроту борьбы, на соревнованиях по армспорту всегда царит дружеская атмосфера. «Мальчишки жмут друг другу руки и, соответственно, само рукопожатие не дает возможности им уже между собой поссориться. Естественно, они в дружной обстановке борются и выявляют сильнейшего». Как оказалось, в Московской области армспорт довольно популярен среди девушек. И на то есть веские причины. «Он дает все. И здоровый образ жизни, то есть нет времени гулять и ничего плохого делать. Ну и постоянно тренировки, и вообще просто все отлично. Чувствуешь себя хорошо. Просто один раз ездила на соревнования, настолько понравилось, и вот все. Другого мне ничего не надо». «Я считаю, что этот вид спорта не имеет никаких ограничений. То есть если тебе нравится, неважно, какого ты пола, женского или мужского, ты вправе этим заниматься. Вообще армрестинг – единственный вид спорта, которым я так серьезно увлекаюсь». В число победителей соревнований попали два солнечногорца – Евгений Готовский и Алена Фомина. Призерами в разных весовых и возрастных категориях стали Михаил Петров, Татьяна Шейна, Владимир Чинилин, Татьяна Галиева, Владислав Анечкин, Анастасия Лоц, Алена Чигина, Кристина Бодрова, Николай Нечаев. Спортсменов наградили кубками, грамотами и медалями. Дмитрий Кириллов, Екатерина Фокичева, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение. Многие считают, что бокс не для женщин, но возможно, после нашего сюжета о солнечногорской спортсменке Марии Харлашиной сомневающейся изменить свое мнение. Мария Харлашиной 16 лет. Проживает она в деревне Брехово Солнечногорского района. С 9 лет занимается боксом. Любовь к этому виду спорта ей привил отец. Папа. Он у меня так как мастер спорта. Мне очень понравилось, как он боксирует, как он выступает, чем он занимается. Я решила пойти по его стопам. Успехи на ринге к Марии пришли довольно быстро. В ее коллекции уже немало наград. Некоторые являются особенно ценными. К примеру, эта медаль, она самая ценная у меня. Это спартакиада школьников. Она проходит один раз в три года, так как проходят Олимпийские игры. Это медаль первенства Москвы. У меня совсем недавно я заняла первое место. В том году было второе. Благодаря победе в первенстве Москвы Мария получила звание кандидата в мастера спорта. Также у нашей землячки есть две серебряные медали. Одну она завоевала в 2013 году в Конакове. Вторую на первенстве Московского городского физкультурно-спортивного объединения в том же году. Однако боксерская судьба это не только победы. Проигрывать надо уметь. Конечно, когда выиграешь, это просто это такой наплыв эмоций. Это уже не важно там поломанное, что-то сломано, где-то где-то болит, не болит. Это уже как-то все равно. Мария Харлашина занимается по классической английской системе бокса под руководством СОСа. Тренирую, значит, ее я. Еще есть такой тренер. Это мой первый тренер, который меня сделал мастером спорта Антонов Александр Вениаминович. Это, конечно, очень резкий старт в 15 лет стать в таком виде спорта КМСом. Это, конечно, серьезный результат. Заняла третье место на спартакиаде школьников России. Это самое серьезное соревнование в нашей стране. Выше, чем даже чемпионат России, пенист России. Алексей Харлашин гордится дочерью и желает, чтобы ученица превзошла учителя. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы Маша побила рекорд. Вот мой отец был первый разряд по боксу. Я мастер спорта. Мария, конечно, я хотел, чтобы была заслужена мастером спорта. Одноклассники уважают Марию за ее сильный характер, а некоторые даже немного побаиваются. В своем спортивном пути у девушки есть с кого брать пример. Для меня одеял это Наталья Рогозина. Я была совсем недавно, и месяц не прошла на Перстной России в Нижнем Тагиле. И туда приезжала Рогозина, всеми известная. Все смотрели в нее, восхищались. У Марии есть мечта покорить Олимпийскую вершину. Для этого ей еще многое предстоит преодолеть и многому научиться. Но не зря говорят, дорогу осилит идущий. Екатерина Фокичева, Евгений Корнилов, Слышногорское телевидение, спортивное обозрение. В нашем районе 42 спортивные федерации, о которых мы будем рассказывать вам в наших выпусках. Поскольку чудо является одним из самых популярных видов спорта в Слышногорске, начнем серию репортажей именно с него. Клуб «Смена», расположенный в поселке Андреевка Слышногорского района, открылся в 2009 году. Сейчас в нем занимается около 120 дзюдоистов. По словам тренеров, эта борьба с каждым годом приобретает все большую популярность у подрастающего поколения. Во-первых, единоборство развивает гибкость, скорость, развивает координацию, развивает очень сильное мышление. Несмотря на то, что дзюдо является единоборством, тренер придает большое значение воспитанию командного духа у подопечных. Когда у вас есть команда, и, например, порядка ста детей не ходят по улице, а идут заниматься к нам, это намного, поверьте, важнее и намного ценнее какого-то одного, единственного результата. Поэтому я всегда ставил командный результат выше личного. Мария Плегускина и единственная девушка в коллективе дзюдоистов. Но ее успехом могут позавидовать многие представители сильного пола. Эта красивая девчонка за последний год выиграла два раза первенство Московской области, попала в сборную Московской области под дзюдо. Человек выиграл три международных турнира подряд под дзюдо. За последние три года она буквально проиграла две схватки на соревнованиях. А соревнования, наверное, было у нее три десятка точно. Мария рассказала, что достигать успехов ей помогают братья, один из которых является вторым тренером. Основные черты характера спортсменки – хладнокровие и уверенность в своих силах. Мне нравится заниматься самбо и дзюдо. И когда я выхожу на схватку, то я выполняю все, что я могу. И получается то, что я выигрываю. Сейчас у девушки зеленый пояс, но она рассчитывает со временем получить черный. Есть у нее еще одна заветная мечта – выступить на Олимпиаде. В коллекции клуба «Смена» немало почетных наград – кубки, медали, грамоты. Самая большая награда, которой мы гордимся, это командный кубок международный турнир Олимпийских надежд. За первое место? Да, первое место в городе Санкт-Петербурге. В нем принимали участие сборная Франции, сборная Монголии, сборная Северо-Западного округа, сборная Челябинской области, где очень сильно развито дзюдо. И в финале мы сборную Санкт-Петербурга командой клуба «Смена» мы обыграли. Здесь же находится Олимпийский факел. Владимиру Турчуну выпала честь бежать с ним на одном из этапов в городе Курске. Такой яркой и насыщенной жизнью живет клуб «Смена» в поселке Андреевка. Екатерина Фокичева, Владимир Киселев, Слышногорское телевидение, спортивное обозрение. Это все новости спорта на сегодня. И помните, что спорт – это единственное зрелище, финал которого никогда неизвестен. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин